ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, вас, амигос! С вами Хейтер Нумба Ван. И сегодня мы будем ненавидеть танк ПВЗ 1224. Причем 1224, это, наверное, год, когда его спроектировали. Я вчера где-то минут пять крутил, вертел этот танк и так и сяк. Нет, не на том, на чем вы себе подумали. Просто вот в ангаре его вертел. И пытался понять, где же, сука, приборы наблюдения мехвода, как он ездит, куда он смотрит. Не нашел, нету. Наверное, это беспилотник. Либо он, как Паниковский, палочкой себе дорогу стволом нащупывает. Тогда странно, почему ствол вниз не опускается. Вот, с выходом этого танка у многих стал вопрос, покупать его или нет. Хотя, учитывая, что на дворе кризис, да и играют в игру много школьников, вопрос стал далеко не у многих. Вот, на этот вопрос сегодня постараемся совместно, наверное, ответить. В общем, ходят слухи, что танк довольно неплохо бронирован. Сразу скажу, он пробивается в нижний лист. Да, у него неплохая башня, но ствол не опускается вниз. Значит, комфортность на этой игры, на этой машине просто нулевая. Когда вы жмете в бой, вы сразу же поджигаете свечку на алтаре всех богов мира и молитесь, чтобы вас кинуло в какую-нибудь городскую карту, потому что играть нормально, вы сможете на нем только там. Далее. Сам я не проверял, но слышал такую информацию, что танк прекрасно ушатывается фугасами в правый люк на башне. Дескать, три фугаса и домой. Мой источник, можно сказать, для меня авторитетный. Сам я туда стрелять этому танку не пробовал, потому что в бою я пока его вижу не так часто. Тем более проблемно с ним еще в бою столкнуться, учитывая, что 15 на 15 все-таки. Вот. Значит, куда он пробивается? Помимо, естественно, нижнего листа, в нижнюю часть нижнего листа, я бы сказал, если хотите его пробить, это гарантированно. Он пробивается, хоть и нет оптики мехвода, но он пробивается в пиксельную щель где-то в районе люка. Вот этого люка, где, куда, видимо, нет, сюда не мехвод залезает, да, потому что оптики мехвода нет. Здесь, видимо, вставляется блок автоматического радиоуправления этим танком. Вот. Примерно вот в эту перекладину или вот в эту вот хреньку, которая перед люком торчит, вот туда стрелять примерно и надо. С очень близкого расстояния. Снаряд туда заходит с критом. Как я понял. Ну, у меня с критом, во всяком случае, влетел снаряд с таким неслабым. Ну, вот. В остальном танчик, что-нибудь можно сказать, он медленный, что странно. То есть он как-то, ну, в разгоне 7.6 для такого малогабаритного танка. Ну, это полный криминал. Ну, конечно, побыстрее, чем вот эта корова, но все равно мог бы побыстрее. Обзор как обзор. Незаметно все равно вас заметят и убьют. Можете не волноваться. То есть бесполезно сажать сюда Филиппа или еще кого-либо. Значит, танк идеально ушатывается птурами. То есть птуры в него заходят, ну, как известно, что в рукомойник. За счет оборудования, значит, можно ему повысить и скорострельность. Но я перестал пытаться разгонять скорострельность после нервов командиров. Можно повысить ему точность. Но я с дальних расстояний практически не играю. Поэтому мне это незачем. Я просто шапку поставил и сэкономил на этом. В общем, вполне себе средненькая машина, на мой взгляд. Стату, значит, на этой технике покажу после боев, которые будут попадут в запись. Кстати, теперь у меня бандикам наконец-то не критует драйвера во время заходов в бой и в игру. Так что можно его не сворачивать в игру, не отключать счетчик FPS на нем. Но все равно такие вещи, как загрузка, поиск команд, все равно надо вырезать. Ибо что, ну, это абсолютно порожняковые моменты. Как бы не было интересно меня послушать, особо ничего интересного в это время сказать я, скорее всего, не смогу. Вот, наконец-то бой с пятерками. И надеюсь, что из него не кикнет. Потому что вот до этого был один бой против четверок, где я как следует нагнул, но не успел заснять результаты боя в ангаре. Ну, короче, накидал пять косарей. Я такие бои вообще, в принципе, не показываю. Это у других вододелов. Можете посмотреть, как шикарно танк пятого левела гнет четверки. На восьмом танке можно удачно распинать семерок и так далее и тому подобное. Вот. Ну, во втором бою я уже тоже там нагибал четверок. И сервак, как обычно, решил меня выключить нахрен из борьбы за медали. Сейчас, надеюсь, такой херни не произойдет. Значит, справа, что справа? Справа там с нашим УВНом делать нехрен. Там на переломе надо воевать. В один прекрасный момент, если все будет удачно, придется переваливаться через вот эту F-E линию, наверное. E и F вот там. И со своим УВНом там можно просто круто встать на гуслю и простоять в одни ворота на получать снарядов. Если враг будет переваливаться, еще это... Это благоприятный расклад, но надеяться на него я бы не стал. Вот, помимо, значит, абсолютно чудовищного, дискомфортного, самого, блядь, худшего в игре УВНа, этот танк имеет также неудачную скорострельность. Она просто неудобна. Дело в том, что 7 секунд перезарядка. И я бы не сказал, что альфа у этого танка соответствует этой скорострельности. ДПМ у танка идет примерно вровень со всеми остальными его аналогами. Там плюс-минус 300 дамага. Копейки, кто их там считает? В минуту. В минуту. Но при этом есть Т-72, где перезарядка 8 секунд, но дамаг так дамаг. Он втащит так втащит. Есть М-63, который стреляет часто, но слабенько. А этот где-то между ними. Он перезаряжается 7 секунд. Это не то, чтобы быстро, но не то, чтобы супердолго. Но при этом и дамаг у него какой-то такой жиденький. И там 300 с копеечками вылетает чаще всего. Там 400 я вообще никогда не видел. Есть кумулятивы, но кумулятивы у него, я бы не сказал, что пробитием так вот отличаются. Конечно, если вы хотите воевать почти что в рукопашную, выцеливать точку G у каждого танка, можно, конечно, и кумулятивы включить. Но у меня в последних патчах даже бронебойные снаряды летят как-то подозрительно. Попадают без эффекта, рикошетами, хер знает как еще. Я кумулятивы включать вообще боюсь. После такой стрельбы. То есть, как только ваш аккаунт в этой игре переваливает за 2000 среднего урона, активируется режим проклятия. В цитатник, пожалуйста. Серьезно. Начинаются такие номера, блин, просто, что просто невероятно. Ну, на стримах видели, да, как я стреляю в борт танку, там нет эффекта. Там еще что-то. Я не говорю о том уже, что с расстояния гусеница снаряда примагничивает без дамага. И Т-шные колеса без дамага примагнили. Ну, короче, ожистищий. Ну, вот, яркий пример сейчас произойдет того, что как удобно... Да, мимо, видите, мимо. Он практически весь был в кругу разброса, да, я стрелял на ходу, но круг разброса был практически весь на машине. И мимо. И мимо. Вот. Видите, что? Для того, чтобы выстрелить, приходится вставать на спуск. Ваш верхний лист брони, даже молчу про нижний, встает под наклоном и начинает пробиваться от этого. Вот последствия Галима УВНа. Вот еще, смотрите, еще раз, что сейчас будет смотреть. Специально иду. Специально. Ну, он косой какой-то. Как у него снаряд позади меня взорвался. Спасибо, блядь, моему сокоманднику на Леопарде с ником Алекс. Алексы, блядь, они стабильные. Все Алексы, сука, играют как Алексы. Вот ничего не скажешь, блядь, Алеша, нахуй, приехал. Вовремя отъехать не дал. Плюху ты из него получил. Это твоя... Не то, что помощь, он вредоносен, понимаете? Он вредоносен. Кстати, вдаль я всегда строю автоцелью, потому что целься, не целься. Снаряд полетит отнюдь не туда, куда ты захочешь. Туда, куда захочешься ему. Поэтому по ББМочкам, по всяким, я очень рекомендую. Просто автоцель нажал там. Если попадете, то пробьете. Не попадете, так не попадете. То есть, хрен ли там выцеливать. Ой, хорошо. Слушайте, вот когда урон переваливает за 300, тогда вот я чувствую прям, да, что я не зря перезаряжаю 7 секунд. Но чаще он просто еле-еле там около 300 там что-то колышется. Значит, на этом танке можно клинчевать. Пока что можно клинчевать. Пока еще никто толком не знает, куда ему там стрелять. Клинчевать можно. Но очень-очень скоро клинчевать на нем станет просто нельзя. Потому что люди поймут, что лючок на башне, это лючок на башне. Лючок мехвода, он хоть и маленький, там, пиксели голимые, но тоже можно туда заслать. А, кстати, ПТУР вот от этой вот машинки, которую я только что слил, сносит этому танку 650 дамага примерно. Вот, можете посчитать, что это треть здоровья. Три ПТУРа и Вангард. Очень-очень сурово он от ПТУРа фогребает. Я прям вот не знаю. Единственное, от кого ПТУРы меня не пробивали пока что, это от Свинкфайра. Но Свинкфайр четверка. 1700 дамага. Ну, на пятом левеле, но это смешно. Ну, у них, правда, команда аутист стайл, они вообще не оказали, походу, нигде никакого сопротивления. Их смели со счетом 14-2. Но, чё я буду тут? Бои за боем переигрывать, ждать, когда там против меня нормальная команда вывалится. Нормальная команда против меня на стримах играют. Все меня знают, все меня фокусят, все скиллованные пацаны, просто жесть. Наверное, поэтому у меня на стримах играю не очень. Вот, вот этот чувак просто хуже бота играет. Танкуем жопой. Блин, четыре фрага. Одного фрага не хватило. Медаль, к слову, порезнусь. Шальную медаль. Мэтт Шайдоуник. Чё, плохая тень, что ли? Злая тень. Так, ну, опять, понятно, загрузка ангара. Это все вырезается. Ибо нету смысла растягивать хронометраж, блин. Ага, четыре уничтожены. Странно разведаны. Обнаруженных у меня, походу, нету. Наград вообще ни одной. Подарки, предметы в работе. Чё с делом? Ничего, наградок не дали? Наградки зависли. Зажали мне что-нибудь дать? Ну, видите, да, денег сколько я привез из боя, где накидал 2200 урона на этой машине. Это буст на 50% кредита у меня тут работает активно. Не знаю, за что мне его там дали. Просто смотрю, в инвентаре лежит. Может, кто-то задонатил, тогда спасибо. Но оповещений нету как бы об этом. Вообще, бусты на 50% это отличная тема для доната, кстати говоря. Потому что, ну, ускоряет прокачку. Так и быть. Вот, ускоряет прокачку. И поэтому я не пишу ничего на пресс-аккаунте. Потому что там экипаж надо прокачивать, а мне впадло. А тут можно и свой аккаунт поразвивать, свою личную статочку попрокачивать. Драгоценную привычку из картошки. Она неискоренима как бы. Стату надо качать. Вот, ладно, давай, понеслась. Сразу следующий бой. Хоп-хоп. Вот, блин, ну, вылетел из игры, конечно, не показать, короче, блин, ничего. Вот эти вот, бой против четверок, потом еще что-нибудь. Все пропало. В историю не войдет. Вот это бой, блин. Вот это бой. Они что, они специально сделали? Вот, посмотрите, какой великолепие. Вот сейчас мы, походу, вот реально, вот реально сейчас заценим этот танк. В бою с этими танками. Вообще классно. Господи, спасибо, спасибо судьбе за то, что ты меня кинула в этот умоподрочительный бой. Умоподрочительный, классно. Чат в восторге. Я специально пишу, я впишу в 60 фпсах, а, в 50 фпсах пишу, да, чтобы вот. В 29 и 970, хоть и рендер быстрый, однако, качество не очень. 30 пикселей, но это быстрый рендер не включить в Вегасе, поэтому где 50, где 30, там разница уже, я думаю, не очень-то будет большая. Сейчас еще, кстати, надо попробовать, может, процессор поразгонять. Говорят, этот рендер только быстрее станет. Надо только найти специалист-консультанта по разгонам. Вот, значит, реактор. Ну, на реакторе можно поехать на этом танке на дамбу, но там игра очень пассивная, там делать нечего. Может поехать, да, спасибо, чувак, что ты меня втаранил. Хорошо порезали, порезали урон от тарана. Хорошо, когда на китайце, плохо, когда на Абрамсе. Только я снял видос, да, таран коронный снаряд похоронный, где Абрамс просто таранил мощным дамагом. И нахер порезали урон, молодцы какие, господи. Отняли у Абрамса, блядь, 50% его дамага, можно сказать, ну 30 точно. Вот, избегаем на этом танке, значит, холмов, чтобы в холмы вообще не попадать. Самое вообще идеальное место повоевать на реакторе, я для себя так открыл, это в самом центре этой карты. Потому что быстренько что-нибудь накидал, слился и пошел играть на нормальную карту, чем не плюс. То есть реактор это не та карта, где мне хочется время тратить на все эти объезды, обходы, обводы. Тут вообще надо, я уже хотел гайд по реактору сделать как-то раз, но, блядь, мне настолько впадло делать гайдокарты, блин, вообще. Я не особый авторитет в этом плане. В общем, надо воспринимать, что вот это вот единое место боя, вот этот остров, а вот дуга это обход. Но это как, короче, малиновка практически, можно сказать. Там вот дуга дальняя, да, с дамбы сюда не постреляешь, отсюда по дамбе тоже там дамбы воюют с дамбой. А вот здесь, особенно когда база находится, да, здесь вот такое нормальное место можно устроить. Вокруг вот этого, вокруг вот этой бочки ездишь, просто в тыльцы накидываешь, щука накидываешь. Но враги что-то сюда не поехали, им что-то тут, смотри, не очень интересно, видимо. Ладно, раз они все под реактором, можно сверху высунуть жало и сверху им понакидывать. Я так думаю, наверное, что у меня уже 18 урона нанесенного есть, по союзнику. Вот, странно, да, странно, у них команда, вот реально, они бросили это место. Такое ощущение, что сюда ездят воевать только когда здесь база находится. Но все остальное время здесь делать типа вообще нечего. Но я знаю в чем дело, потому что нету ИТ-шек, ничего нету. Это китайский старый добрый Ололу Раш. О, я нашел единственную ИТ-шку этого боя, ну господи. Попадание, 350 дэмэджа, смотрите, оп, они пробил, потому что, видимо, у меня нижний лист уже скрылся из кадра. Снова приходится высунуться. О, 389, слушайте, а что случилось? Я вот до падения сервака играл на этом танке, он столько урона не наносил, серьезно. Он что-то там совсем какие-то смешные цифры высу... Да, ну теперь они стоят на меня, ждут. Вот, опачки. Сзади еще какой-то китайский... Ой, блин, нарисовался. Ну, конечно. Наша команда тоже сюда ехать, конечно же, не соизволила. Видите, мелькает зеленый маркер. Это маркер вот этого люка мехвода. Наша команда тоже сюда ехать не соизволила, поэтому... Видите, но очень-очень трудно туда как бы попасть. Более, он постоянно ерзает, танк задран. А вот правый люк, не пробили. Возможно, что я имел в виду, что туда надо фугасами стрелять. Человек сказал, что там боеукладка вообще взрывается, если правый люк дамажит. А мы по вот этому втащим, который бортом стоит. Он продолжает стоять бортом? Нет. Решил, что хватит. Как, если я его, нижний лист, не видел? Как он видел, сука, мой, блядь? Я вот вообще нахуй не понимаю. Так, ну вот, двоих зажали мы у баков. Я надеюсь, что гюрза уже отвернул отсюда ствол. Ствол отвернул, жопу подставил. Давай, подпирай его, чувак. Не давай ему ездить, значит, надо. Затылок. Отлично. И вот еще мне в затылок. Ну почему постоянно, блядь, все половину дамага... Нет, это же две трети дамага я получил в задницу. Это говорит как бы о том, что команда у нас просто, блядь, мягко говоря, не очень замечательная. Раз враги приезжают откуда-то со стороны просто, и мне напехивают. Что-то вот я перестаю... Вот непривычно играть с такой дебильной перезарядкой. Серьезно, очень долго. Стою, думаю, успею выстрелить. Но, по идее, если бы он присоединился получше, я бы сейчас уже в ангаре был. То есть... Вот к этому танку надо привыкать. Выстрелил и прятаться сразу на перезарядку. Блядь, тебя не хватало. О, ну все, сейчас сзади объедут, поэтому надо... Хоть одно плюху дать. Да. Ну, команда, понятно, сборная аутизма, блядь. Чемпионы мира по аутизму во всех весовых категориях. Проиграли там, проиграли все направления, просрали, да и все. Зато, зато вот мы ездим тут, пытаемся их... Спорим, сейчас арта его увольнет. Когда у тебя 170 жизней, глупо пытаться забрать арту, но... Очень уж хочется, видимо. Смотрите, арты 7 здоровья. Оба шотные. Давайте. Нет, это вот, да, не свезло. Ну, кто бы сомневался. Блядь, как не переключу, наши только умирают. Как же так? Я предлагаю срочно ввести в игру баланс по скилу. Чтобы раки играли с раками, нагибатор с нагибатором. Именно это просят у картошки уже все 5 лет проекта, а картошка этого не делает. Поскольку Mail.ru имеет репутацию исполнять желания игроков из картошки, я считаю, что баланс по скилу в этой игре нужен просто срочно, блядь, потому что заебала уже вот эта хуйня. Боюсь, что с минуты на минуту опять сервак меня кикнет, поэтому результаты приходится снимать отдельно. Ну, вот видите, да, успехи команды. Ну, у них тоже, в общем-то, никто на этом танке 3000 дамага даже и не сделал. Вот, что как бы намекает. А кланы я такие вижу местами, в принципе, знакомые и достаточно серьезные. Значит, пока не кикнуло, надо посмотреть. Личное дело, техника, где там этот... Почему-то танк, на котором ты играл последним, стоит в самом низу. 67% побед, но это чудо-настоящая средуха за 9 боев 2300. Ну, на то они и 9 боев. То есть, обычно, чем меньше боев, тем средний дамаг, кстати, больше. Видите, да, вот на остальных премах. В 5-х левелах какой дамаг. А боев намного больше. Если у китайца будет боев столько же, сколько у 63, мне кажется, у него средуха упадет, потому что начнешь попадать на песчаные карты, где ты вообще ничего не можешь сделать. И будешь только портить этим свою статистику. Ну, давайте, ладно, контрольный. Ну, и снова повезло. Снова городская карта на этом танке. Это большое везение. Я боюсь даже, что этот танк кому-то покажется хорошей идеей для приобретения. На самом деле, поверьте, если вам так показалось, то вам действительно показалось. Вот. Во-вторых, кстати, сразу скажу, что начну с комментариев. Ой, ты как там, как вот этот вот писающий мальчик. Высочешь постоянно свою команду. Блядь, чуваки, вы, наверное, в танке третий день играете. Когда ты играешь в танки, в любые танки, вообще, ненавидеть свою команду, это нормально. Это абсолютно нормально. Если ты, блин, нормально развитый человек, и играешь не для удовольствия, да, и тебе не насрать на то, что каждый твой бой – это поражение, и виноват в этом не ты. То есть, это абсолютно... Ты играешь против... В этой игре против 29 человек. Если у вас взвод, то против 27. Это уже давно закономерность установлено. Вот. Ладно. Хрен бы с ним. Значит, городская карта. Смотрим. Первым делом на этой карте, я знаю мысль на танке, какая у вас возникает, поеду-ка я вот на эту, на восьмую, на девятую линию, вот на эту длинную-длинную улицу, и буду там стрелять. Идея замечательная, но надо перед этим посмотреть, сколько у врагов, у ваших, машин с птурами, потому что они имеют обыкновение на том респе стоять на А9 и ждать, когда же вы из-за поворота покажете свою моську, чтобы вам птур всадить. Но раз вот 72 Айс там до сих пор еще не отгреб, значит, с птурами туда никто не поехал. БМП второй на карте на первой линии, значит, вообще... Вообще-то максимум стоит один только... Опа. Мерк, куда заехал. Их ты. Надеюсь, сейчас его арта... арта отблагодарит за этот... за его подвиги на поприще альпинизма. Нет, смотри-ка, не отгребает. И запал у 72-го тоже пропал, он тоже никуда не едет. Здесь, смотрите, какие-то блюда нарисованы. Курица какая-то жареная, тут что-то типа... хот-дога, что ли, наверное. А тут просто в тарелку насрали, как будто, ну, в этой графике. Непонятное что-то. Такое ощущение, что тут чей-то инстаграм рекламирует. Ой-ой-ой, как 63-й просто выхватывает. Ну, я уже говорил, такое чувство, что 63-й порезали. Если раньше он мне казался бронированный, то теперь он такой же абсос, как и все. Памятник мужика с кувалдой и членом. Вон, видите, член какой-нибудь. Блокирует обзор. Причем почему-то снизу танк видно, а сверху не видно. Это что такое? Как так-то? It's a magic. Сейчас я его фугасом заберу, если раньше не... Если вот это ухо у меня из кадра вылезет. Блядь. Кто б сомневался, что кто дальше всех стоит, тот лучше всех крысит. Так, ну чего? Нагибаторы. Будем что-нибудь давить? Что-нибудь делать вообще? Или будем тут толпой стоять? Ждать, когда нас в кольцо возьмут? В котел. И тут наверняка меня палит уже мерч. Нет? МБТ. Вон он. Он все-таки. Он еще здесь. Он там вообще не в тему стоит, конечно. Снизу вверх его пробивает сплошное удовольствие. Но я думаю, что если я сюда приеду, он пушку-то сюда уже не опустит свою. А тут... Отличный вид на чью-то жопу. В принципе, можно даже особо, если не заигрываться, то немножко ромбовать на этом танке. У него вообще такие формы для этого, в принципе, подходящие. Но НЛД действительно как-то круто задран. И все-таки этот крысеныш на МБТ, блядь, склонился и мне втащил. Это недоработка нашей тупой арты, которая, блядь, не кидает туда снаряды. Хотя они туда заходят просто отлично. По вот этой шишке. Но арта, видимо, нашлась и занятие какое-то поинтереснее. Может быть, перестреливаться с вражеской артой, которая на этой карте команде нижнего респа абсолютно жить вообще не мешает. Но там вполне возможно, что дело принципов... Опа. Включилось. Еще одно попадание. Как меня хочет от МБТ забрать-то, посмотри. Ой, как неловкая ситуация, смотри-ка. Блядь, какие стрелки в нашей команде просто наипиздотейшие. Два выстрела и ни одной цифры с МБТ не слетело. А вот тебе, чувак, сдача тебе. 50 копеек. Он стал бортом к моей команде, но моя команда опять, блядь, проебала этот момент. И в него нахуй ни разу не выстрелила. Ну, я ебал просто, пиздец. Ну, и, короче, подводя итог этих сражений, в первом бою, в третьем, вернее, 2600, 2200, короче, и 2200 еще раз. То есть, ну, танк в среднем примерно за 2000 дамага может переваливать, но строго на городских картах, поверьте, что на какой-нибудь песчаной карте очень тяжело найти ему место. Вообще область применения танка очень узкая. На каждой карте вы будете ездить в одно и то же место, где какая-нибудь плоская равнина и УВН убогий вам вообще не будет мешать. В итоге, что, в принципе, танк считается бронированным, но, в принципе, пробивается скилованными пацанами свободно. Значит, перезарядка у него долгая, дамаг у него не самый альфовый, но, в принципе, такой годный. Короче, как обычно, это, ну, еще, естественно, дерьмовая динамика, там, ну, и пробитие, там, и всякая, там, прицел, точность, все, как у всех, ничего, ничем не выделяется. Как обычно, будут говорить, что это отличный танк второй линии, но, по-моему, все-таки среди премов пятого уровня, ну, по крайней мере, по акции можно было купить машины и получше. Вот. В общем, если вам УВН хреновый жить не мешает, тогда берите. Если вы привыкли играть, там, с определенным комфортом, чтобы на танке, там, танковать из-за ландшафта, чтобы не ездить только по дорогам, только на каких-то, там, только в города, то тогда лучше, наверное, этот танк, пожалуй, что не брать. В общем, зависит все от стиля игры. Любите стоять, да и в кустах, собственно, на каждой карте вы не постоите, потому что ствол не опустить. Ну, серьезно, на тихой реке от респы, блин, от респа уже на нем не поиграешь. В общем, мне так кажется. Ну, не знаю, умельцы, глядишь, и найдутся. А по мне, так, ну, танчик так себе, средненький. И у меня нет такого желания, там, играть на нем постоянно, как, допустим, появилось, когда я купил ВФМ, что ВФМ бодрый, динамичный ствол опускается, прилетел, дамагу накидал, уехал, бодренько, отлично играть. Вот, вообще, сейчас на данный момент лучший премиум танк игры, но, по-моему, его уже не купить, да, он только вот в этой камуфляже продавался. Вот, на нем я осуществляю основную долю фарма, когда нужны деньги. Ну, а всякие там МБТ косые, кривые там, блядь, и Тайфуны, которые тоже там, вот, блин, серьезно, это не знаю. Вот они, может, и хорошие, прекрасные машины, но они тупо не для меня, кстати. Смотрите, что это нарисовали. Никогда не замечал, что у него там над колесами что-то появилось. В общем, короче, на этом все. Что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите, и все такое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин